Приветствую вас, аноним. Вы знаете, вот, отвечая на вопрос, который вы задаете, я хотел бы позволить себе ответить на него вопросом, встречным вопросом к вам. Какие у вас могут быть основания для того, чтобы сомневаться в том, насколько нормально то, что вы чувствуете, особенно при условии, что вы это уже чувствуете? То есть, какие у вас аргументы здесь и сейчас, на данный момент, в данное время в пользу того, чтобы сомневаться в нормальности своих чувств, особенно если эти чувства у вас действительно существуют. Честно говоря, этот момент для меня несколько странен здесь. Дальше. Следующий момент, значит, ситуация следующая. Вы работаете и заканчиваете магистратуру. С молодым человеком вы горд находитесь в отношениях. Он из обеспеченной известной семьи, но на второй год остался учиться в университете на бакалавру. Кормить вас обещаниями, в целом незамоспоятельно, вы не чувствуете с ним себя уверенно. Здесь ключевая проблема заключается в том, что вы не принимаете молодого человека таким, как он есть в точке зрения вашего взаимодействия. Если я не говорю сейчас о том, какие могут быть проблемы у вас или у него, это не столь важно. Я говорю именно о том, какие проблемы в отношениях. В том, что, поскольку молодой человек является, ну, в какой-то степени инфантильным, да, вот, то вы выбрали такого мужчину не случайно. Вероятно, вы надеялись его перевоспитать в сильного. Но, понимаете, мужчина сильным может стать, не при слабой женщине, мужчина сильным может стать, если он этого сам хочет, если в нем есть этот потенциал. В вашем мужчине, вероятно, этого потенциала нет. Единственное, обратить внимание на то, что вы вступили в отношения с человеком, не принимая его таким, как он есть, возлагая на него надежды, желая себя защитить. При этом, не имея фактически в своем партнере реальных ресурсов для того, чтобы это реализовать. Вместе с тем, вы недостаточно делаете, судя по тому, что вы чувствуете, для того, чтобы самостоятельно себя защитить. То есть, с одной стороны, ваш реальный партнер не может дать вам то, что вы хотите, а именно защищенность, уверенность и так далее. То есть, вы не выбираете такого мужчину, и у вас не возникает чувства к мужчине, который реально способен дать вам то, что вы хотите. А с другой стороны, вы не можете сами дать себе, не можете или не хотите дать на себя ответственность за свою собственную защищенность и стабильность. Что в этом всем можно увидеть? Ну, если лично я вижу во всем этом. Лично я вижу во всем этом контроль. Вы пытаетесь все контролировать. Стремление к контролю может обуславливать выбор мужчины, который вы можете управлять, по вашему мнению. Стремление к контролю, а именно тревожность, незащищенность, чувство незащищенности, неадаптивность к угрозам, в том числе и естественным, может порождать чувство незащищенности, чувство неуверенности, которое, по сути, возникает из-за того, что вы не умеете, например, на что-то реагировать спонтанно. Не привыкли реагировать спонтанно, не привыкли себе доверять, потому что человек чувствует себя защищенным отнюдь не тогда, когда он все продумывает и все планирует. Здесь все зависит от того, сложится ли все так, как человек спланировал или нет, атаку бывает очень редко, чтобы все складывалось. А связано это с тем, что человек, не доверяя себе, не может быстро в реальном времени реагировать естественным образом, не конфликтуя при этом сам с собой. И вот у вас есть такая проблема, проблема контроля, проблема незащищенности, в свою очередь, это проблема личных границ. То есть вы не отграничиваете себя от других людей, либо отграничиваете очень сильно. Тогда возникает проблема с близостью, что, собственно, возникает у вас, очевидно, с молодым человеком. И надо сказать, что в данной парадигме, то есть вот в той парадигме, которую я описал, вполне естественно выглядит то, что вы сейчас не знаете, что чувствуете к мужчине, потому что вы разочарованы. Ваши ожидания не оправдались. И разочарованность, конечно, говорит не в пользу того, что вы испытываете теплые чувства к мужчине. Но не обязательно. Вероятно, обработав над своими проблемами, психологическими, конфликтами, страхами и так далее, вы сможете более естественно выступать в отношениях с мужчиной. Может быть, у вас все нормализуется, вы сможете принять его таким, как он есть, перестанете ждать от него изменений, возьмете в свои руки то, что взять он не может и так далее. Либо вы убедитесь, что тот человек не ваш и что вы хотите для себя немножко другого. В таком случае, ну, как бы, точнее, вы убедитесь в том, что счастливым делать вашего парня вы не хотите. А это означает только то, что любви у вас к нему нет. Вот такой ответ я могу вам дать. Но, обратите внимание на заголовок вашего вопроса. Начинаю уделять интерес к парню. Пишите вы, как быть? Вот. Хотя, интерес к мужчине никак не может быть связан с, давайте будем члены, женитбек. Да, женитбек, все-таки нужно что-то больше. Это первое. Второе. Как быть, чтобы что? Вот вы чего хотите вообще? Вот от психологов вы что хотите? Помощи в чем? Определитесь, пожалуйста. С этим. Вот такой ответ я могу вам дать. Никто не примет решение за вас. Вам само решение будет принять сложно из-за того, что вы склонны все контролировать, поэтому тут хорошим вариантом будет, конечно, индивидуальная работа с вами. Желаю вам всего самого доброго. с ним. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...